Пасмурная дождливая погода никого не испугала. Жители Молодогвардейца дружно вышли на праздничную площадку. Здесь каждому было чем заняться. Ярмарка мясной продукции по социальным ценам 100 рублей за килограмм, викторины на знание истории родного микрорайона, концертные номера в исполнении артистов городского центра культуры и искусств. С днём рождения жилого массива старооскольцев поздравили глава округа Александр Гнедых и генеральный директор АПК «Промагра» Константин Клюка. Сегодня мы празднуем не только День микрорайона, но и празднуем некий юбилей, 40 лет, круглая дата. Ко всему прочему, мы устроили, если можно так изъясняться, некий марафон, который планируем закончить в первых числах июля, желательно 7 июля. Марафон приурочен к празднику семьи, любви и верности. В преддверии Дня семьи на празднике микрорайона были отмечены местные многодетные семьи и пары, прожившие в браке не один десяток лет. Им вручили памятные подарки, бытовую технику. В семье Мамоновых шестеро детей. Галина домохозяйка, муж работает в такси. Галина Николаевна говорит, что современная стиральная машина как нельзя кстати. Их старенькая стиралка давно уже требовала замены. Старшему 14 Никита, среднему второму Данил 11, Ира 8, Рома 4, Кирюша 2 и маленькому полгодика. Каждый день скапливается много стирки, тем более сейчас дожди, они бегают, гуляют с улицы, с садика. Конечно, не хватает. Спасибо, конечно, за такой подарок. Это вот и за внимание. Конечно, большая дружная семья – это настоящее счастье. Но, к сожалению, бывают ситуации, когда семья не в состоянии справиться с внезапной бедой. Александровы, отец Андрея и дочери Вика и Настя сейчас переживают трагедию. От рака умерла их мама. Не так давно они все вместе переехали в Старый Оскол из Оренбургской области. Своего жилья здесь нет. Помощи попросили в местной администрации, а глава округа обратился за решением проблемы к Константину Клюке. Буквально сегодня утром мы заседали, у нас был небольшой семейный совет, и было принято решение, что мы вашей семье, наша семья Клюка предоставит квартиру. Не просто предоставит, а подарит квартиру собственность. У меня с собой ключи, я уже их вам передам. Пожалуйста. Однокомнатную квартиру в доме номер 15 микрорайона «Космос» уже сегодня перевели в собственность семьи Александровых. Глава округа Александр Гнедых говорит, что к руководителю по фамилии Клюка с этим вопросом обратился не случайно. Я могу сказать простой русской поговоркой. Яблоко от яблони далеко не катится. То, что сегодня произошло, это пример вообще для всех людей, успешных в бизнесе, у кого есть возможность помогать, в первую очередь, тем людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Именно я обратился к Константину Олеговичу, как к генеральному директору корпорации «Промагра» с конкретным вопросом, и он его решил за один день. Обращаемся периодически к разным руководителям, но именно вот по такому вопросу, когда люди попали в трудную жизненную ситуацию, когда две девочки, круглые отличницы, которые живут на нашей Староскольской земле, вот мне сердце подсказало, что нужно обратиться для решения этого вопроса к самому молодому поколению, к самому молодому руководителю, чтобы на его примере учились все. Узнали мы об этой трагедии буквально сегодня утром. Поступило предложение от Александра Викторовича Гнедых, что вот обратилась такая семья, у них трагедия, семья с двумя детьми, семья без матери и семья без работы и без квартиры. Естественно, мы мгновенно откликнулись на эту просьбу, сегодня уже вручили ключи. Многие жители молодогвардейца, наверное, впервые почувствовали себя именно соседями, добрыми, со своими интересами, необычными судьбами. Подобные мероприятия, неформальность, они действительно сближают, уверен Константин Клюка. Организовали ярмарку мясную, организовали вручение подарков. Ну, это лишь одна сторона медали. Другая сторона медали, то, что действительно, это возможность объединить людей, чтобы они пришли, увидели друг друга в глаза, пообщались. Потому что зачастую все сидят дома, а видите, сегодня какая погода, дождь идет, а люди все равно пришли и присутствуют здесь, и слушают, и общаются друг с другом. Торжество продолжалось еще не один час. Вчестовали старейших и почетных жителей молодогвардейца, тех, от кого зависит комфорт и уют во дворах и подъездах, местная ЖЭУ. Многие с удовольствием подпевали знакомые песни ансамбля «Промагра», общались, расходиться никому не хотелось. В общем, праздник удался. Не видели такого праздника, как сейчас вот делают. Нет, это нам уже дико должно. А это сейчас вот хорошо. Очень красиво и хорошо. Очень хорошо, очень понравилось. Песни, хорошие ансамбли, хорошие влюки, все хорошо. Побольше радости, веселья людям. Праздник замечательный, очень нравится. Весело, хорошо. Дождик не испортит, я думаю, нам ни настроение, ни праздник не испортит. Все хорошо, все замечательно.